Дорогие друзья, нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Для нас это очень важно. А ну давай, красиво. Кирилл Роговец Закон, он же Кирилл Черпита, он же Кейн Риверс. Кирилл родился 25 июня 2004 года в Киеве. Его отец Дмитрий Закон. Бизнесмен, инвестор, который также является его продюсером. Кирилл начал петь, когда ему было всего 3 года, и он исполняет песни на русском, украинском, испанском, английском и китайском языках. Кирилл уже совсем не новичок на музыкальной сцене, его можно назвать профессиональным артистом. Украинский подросток регулярно записывает новые песни и выпускает видеоклипы. В 2017 году он был полуфиналистом «Новая детская волна-2017» и участвовал в первом сезоне реалити-шоу «Битва талантов» на канале Муз-ТВ. Он также был номинирован как певец года в номинации «Киндер Муз» на телеканале Муз-ТВ. Также принимал участие в нескольких музыкальных фестивалях, включая «Атлас Викинг-2017», «Фифа Фан Фест-2018» в Санкт-Петербурге и другие. Затем в 2018 году он стал полуфиналистом фестиваля «Черноморские игры в Скадовске». В этом же году он победил в народном голосовании в финале национального отборочного тура на детской Евровидении 2018. Затем Кирилл решил участвовать в «Голос дети Украины» и очень хорошо себя там показал. На слепых прослушиваниях третьего сезона украинского «Голоса дети» 12-летний еще тогда Кирилл Черпита спел песню Джеймса Брауна и «ТСМН Борд». И только на последних секундах песни к нему повернулся Потап и Монатик. Кирилл пошел к Потапу. В поединках Кирилл Роговец за конд Черпита спел «Белые лошади» с Елизаветой Костякиной и Анфицей Хмелевской. Потап выбрал парня. Надо признать, что это песня Руслана Квинты. И правда, здорово получилось у Кирилла с его вокальными данными. Позже Кирилл Роговец за конд спел «Белые лошади» на бенефисе у Квинты и даже выпустил свой клип. В следующем этапе Кирилл Роговец за конд спел «Щинделея» «Сия». На «Голос Дети 3 Украины» у него началась ломка голоса. Так что парень пел на свой страх и риск. Позже парень выпустил клип на эту песню, где вокал уже звучит намного стабильнее, мощнее и увереннее. Вообще карьера у Кирилла началась очень стремительно. Появился псевдоним Кейн Риверс. После украинского «Голос Дети» Кирилл Роговец за конд, решил попробовать свои силы на «Голос Дети» в России. На слепом прослушивании в шоу «Голос Дети» пятого сезона Кирилл исполнил композицию «Адель» «Хэллоу». И к нему повернулся Баста. А Пелагея похвалила юного вокалиста и восхитилась то, что он многому научился сам. Но все же ему бы не помешал в каких-то моментах грамотный совет наставникам. В поединках Баста на «Голос Дети» пять Кирилл Роговец за конд, София Федорова и Анастасия Григорьева спели песню «Нас не догонят». Но Баста решил, что дальше пройдет только София. В августе 2018 года Кирилл выпустил свой дебютный альбом «Звезда», содержащий 12 песен. Осенью же 2018 года вышел второй альбом «Музыка и ты». В этот же период он сыграл главную роль в музыкальном короткометражном фильме «Мы помним», посвященном памяти о Холокосте. Работа же была включена в список постоянных показов израильского национального мемориала Холокоста и героизма «Яд вашим». В феврале 2019 года вышел третий альбом «Ранний зверь». А в апреле 2019 года Кирилл принял участие в шоу «Вечерний Ургант». Вообще про заслуги Кирилла можно говорить долго, что скорее всего не хватит и 20 минут ролика. Так что расскажу вкратце. Кирилл Роговец Закон еще до участия в проекте «Голос дети» в России и Украине был уже довольно с большим опытом выступлений и с формировавшимся стилем исполнения. Переходный же возраст только подчеркнул его вокальные данные, сделав их более мужскими. Сейчас он снимает огромное количество клипов как на свои авторские песни, так и синглы на других певцов. За его плечами уже более 50 видеоклипов и это только начало. Он активно покоряет Запад с выступлениями со своей группой. Также ведет свои социальные сети и раскручивает свой собственный сайт. В общем еще 2 или 3 года и про него узнает многие. Вот что значит талант, который при грамотном финансовом подходе можно неплохо раскрутить. Редактор субтитров А.Семкин